это galaxy s 24 ultra с которым я проходил три недели прочувствовал так сказать все его плюсы и минусы разобрался что тут действительно нового если это новое вообще разобрался с автономностью как работает экран и особенно как работают камеры в общем в этом обзоре я все вам расскажу начнем с важного самая главная претензия к s24 ultra в этом году что он вообще не изменился знаете есть такие диванные аналитики они лежат на своих диванах и хейтят любые гаджеты даже если их в руках ни разу никогда и не держали до s24 ultra изменился мало скажем честно даже относительно s22 ultra он практически не изменился дизайн все тот же но вы должны понять что это классический трехлетний цикл после которого как правило дизайна меняют и поверьте если у вас сейчас с 20 ультра или даже с 21 ультра апгрейд на новый s24 ultra для вас будет большим скачком вперед более того то что производителям приходится выпускать новинки каждый год это ведь дает нам один приятный бонус тот же s23 ультра который все еще очень хорош теперь стоит значительно дешевле и конечно я не могу сказать что s24 ultra это лучший смартфон на данный момент вообще нет ну и плохим или уступающим чем-то конкурентом его тоже назвать не могу у него есть свои как сильные так и слабые стороны как впрочем и у всех правда есть одна штука с точки зрения маркетинга которую я лично не понимаю знаете есть такой стандарт беспроводной зарядки че 2 это новая версия беспроводного стандарта зарядки который подразумевает что в смартфоне должны быть магниты прям как в iphone и samsung могла стать первой среди android кто внедрит в свой большой дорогой флагман эти самые магниты точнее тот самый стандарт че 2 но они этого не сделали а если бы они это сделали то тогда бы все не говорили о том что здесь нет ничего нового все бы просто обсуждали какие-нибудь новые аксессуары как круто samsung теперь магнитится на какую-нибудь подставочку в машине в общем могли но не сделали и судя по всему потому что здесь есть стилус который как оказалось не очень хорошо дружит с магнитами кстати забыл сказать это видео я снимал на samsung galaxy s24 маленький в 4k 30 кадров оцените качество вроде неплохо но вообще привыкайте ребятки технологии вот в этом виде уже уперлись в некий свой потолок и ждать революции пока не приходится весь фокус сегодня сместился на виар и эй ай давайте посмотрим что реально изменилось в дизайне с 24 ультра в сравнении с прошлым поколением первое что бросается в глаза это экран он стал полностью плоским и лично для меня это хорошо потому что это удобнее не люблю я вот эти закругленные грани но понятно что кому-то может прошлогодний s23 ультра или даже s22 ультра где грани еще более закругленные нравится больше тут вопрос исключительно вкуса насколько экран плоский на самом деле у него есть совсем небольшое скругление вместе примыкания к боковой рамке это плюс-минус сопоставимо с тем что есть в iphone 15 pro max или пиксель 8 pro то есть угол не острый по 90 градусов тут все-таки есть небольшое закругление в общем в этом смысле проблем нет никаких но из-за вот этой общей угловатости s24 ультра в руке кажется больше чем тот же пиксель 8 pro или iphone 15 pro max но он знаете и по факту конечно же больше экран тут на 6 и 8 дюймов из заметных изменений которые бросаются в глаза могу отметить новый вырез под основной динамик это теперь такая небольшая прорезь вместо традиционных овальных вырезов вот кстати так в сравнении выглядят изменения за три поколения да внешне кажется что ничего не поменялось а самое большое изменение это использование титана в рамке кстати на весе смартфона титан практически никак не сказался но зато рамки теперь матовые не собирают мелкие царапины отпечатки хотя стоит помнить одну важную штуку краска на вот этих торцах это напыление которое в принципе неплохо царапается поэтому ронять телефон не стоит наверное лучше прикупить себе чехол ну и по поводу царапин здесь установлено стекло gorilla glass armor которое вроде бы лучше защищать смартфон от любых внешних воздействий но по факту такая большая площадь экрана в любом случае будет царапаться мой смартфон не исключение у него уже есть несколько небольших царапин возможно это стекло лучше защищает смартфон именно от глубоких царапин тут я честно говоря пока ничего не знаю но вот могу сказать что небольшие царапинки меня есть ну и конечно же стекло защитное стекло вам скорее всего понадобится приятный бонус то что здесь прямые углы и наклеить стекло будет гораздо проще ну и разбить этот экран будет сложнее в теории в остальном дизайн честно мало изменился в сравнении с прошлым годом внешний вид сохранился в целом он все еще смотрится неплохо тут нет какого-то ощущения устаревания да смартфон стал чуточку меньше по всем плоскостям но буквально на какие-то незначительные цифры поэтому в руках он ощущается точно так же как и прошлогодняя модель кстати динамики тоже мне кажется примерно на том же уровне что и в прошлом году это можно сказать полуторное стерео из основного динамика звук чуть громче и объемнее чем из разговорного а по уровню громкости они ну наверное чуть тише ну и совсем немного не такие объемные как на айфон 15 pro макс я бы сказал динамики примерно на уровне пиксель 8 pro хорошие и в любой ситуации их абсолютно хватает но знаете что если по дизайну с 24 ультра изменился не сильно то с его экраном в этом поколении поколдовали очень прилично во-первых samsung наконец-то победили шим ну не до конца конечно победили мерцание тут имеет частоту заметно выше чем в прошлом поколении и поэтому меньше влияет на глаза так что это можно сказать победа кстати интересный факт никто и нигде в мире так не печется про шим как у нас ни в одном из обзоров кроме совсем уж хардкорных тех кто занимается именно дисплеями никто никогда не разбирает мерцание экрана не говорю что оно никак не влияет на людей может все таки не так сильно как всем кажется во вторых подросла яркость экрана в пике в hdr она доходит до 2600 нит а в обычном из яр режиме яркость будет конечно сильно меньше в районе 1600 нит но что интересно на ярком солнце и телефон ярче чем тот же iphone 15 pro max прям заметно ярче я бы сказал что яркостью с 24 ультра такая же как и на пиксель 8 pro но это еще не все дисплей с 24 ультра получил антибликовое покрытие судя по всему это такое же покрытие как в новых флагманских телевизорах samsung много кто про это покрытие говорил но тут вот что важно когда я в первый раз увидел с 24 ультра мне показалось у него какая-то матовая пленка на экране что ли вот прям видно было что даже в выключенном состоянии он бликует в разы меньше чем айфон или пиксель иногда когда держишь телефон в руках создается ощущение что он как будто матовый как будто это электронные чернила но при этом контраст не теряется черный остается черным и я вот теперь на самом деле больше всего хочу вот этот новый телевизор samsung с таким же экраном с таким же покрытием потому что действительно круто а по поводу того что экран теряет яркость под углами ну да это есть но совсем немного тут явно сказывается как раз это самое антибликовое покрытие то вот смотрите сами я наклоняю экран туда-сюда и он остается ярким и вполне читаемым и вообще в реальной жизни это неудобств никаких не вызывает но потому что под углом мы на телефон не смотрим а вот теперь давайте про слона в комнате знаете мне не очень понравился этот пафос про то что новые флагманы samsung это теперь не смартфоны это теперь и айфоны тут даже выговорить честно говоря сложно на самом деле в любом смартфоне сейчас этих нейронок вагон и маленькая тележка впрочем в с24 ультра действительно добавили несколько интересных нейронок например вот эта банальная штука с поиском circle to search действительно удобная просто в любом месте нажимаете внизу экрана на вот эту полоску и можете прям сразу искать по картинке или выделить нужный вам участок это супер фича и она работает вообще в любых приложениях другое дело что эта фишка именно гугла и она уже появилась в пиксель 8 и 8 pro вторая фишка это редактирование фотографий с помощью генеративной нейронки можно удалять объекты и перемещать их да опять же эта фишка есть везде но на удивление в с24 ультра переместить объект или удалить его работает лучше и даже интереснее чем в google pixel 8 потому что видимо samsung тут еще накидали своих технологий сверху есть еще перевод звонков да это вообще самая расхайпленная штука скажем так она нужна будет вам жизни ну наверное буквально пару раз но в принципе прикольно что она есть есть еще такая штука которая помогает вам изменить стиль письма она просто предлагает вам альтернативные стили донесения ваших мыслей возможно кому-то кто совсем уж писать не умеет будет полезно кстати в клавиатуре samsung есть еще и автопереводчик чтобы можно было общаться с человеком на другом языке например в мессенджере без использования дополнительных приложений но увы русского языка там нет есть еще одна безумно удобная штука которая тоже не работает на русском и работает кстати только в родном браузере samsung это автоматическая summary статьи то есть вы показываете браузеру статью и нейронка выдает вам краткое или более развернутое содержание по пунктам штука на самом деле классная но опять же только если вы владеете английским или другими поддерживаемыми языками это же summary есть кстати и фирменном блокноте чтобы вычленять важные из вашего потока мыслей тут же есть и парочка других возможностей вроде авт коррекции приведения текста в порядок в диктофоне появилась функция транскрибирования голоса то есть перевод записанного в текст но опять же без русского хотя на английском работает хорошо и какую-нибудь конференцию или презентацию можно легко записать потом быстро посмотреть есть еще одна забавная штука при просмотре видео в галерее именно в фирменной галерее samsung можно нажать на это видео пальцем подержать секунду и она замедлится создавая слоумо это так работает предпросмотр при редактировании видео тоже его можно замедлить до четырех раз и тут надо понимать что это не просто замедление тут как раз нейронка создает интерполяцию кадров то есть дорисовывает промежуточный чтобы видео смотрелось нормально пригодится в общем чтобы делать мемасы с вашими друзьями и собственно таких нейронок там есть еще некоторое количество но если уж говорить про фишки этого смартфона я бы вспоминал все-таки не нейронки а именно фирменные плюшки этой линейки тут вам и отличная связь у galaxy s24 ultra и 4g 5g вайфай работают намного лучше чем на моем iphone 15 pro max и это уже не в первом поколении замечаю тут вам и стилус и режим dex можно буквально подключить кабелем смартфон к монитору и у вас получается некое подобие десктопа тут же есть поддержка дисплей порта сам type-c это usb 3 2 при этом сюда также можно подключать накопитель например sd карточки ну и телефон еще поддерживает работу с bluetooth мышками и клавиатурами в общем вот такой своего рода chromebook получается честно говоря я сам таким не пользуюсь но в наших прошлых обзорах под видео люди писали что штука удобная ну и вот теперь пришло время поговорить про камеру точнее про камеры их в этом поколении тоже 4 но почему-то samsung решили вместо фирменного десятикратного оптического зума установить пятикратный возможно конечно они делали какие-то исследования и заметили что люди не пользуются этим зумом я вот лично именно этот десятикратный любил очень впрочем забегая вперед могу сказать что этот новый пятикратный зум по качеству просто на голову выше чем прошлогодний десятикратный и еще хочу отметить одну фишку которая мне в galaxy s24 ultra и вообще во всей линейке понравилось это то что в родном приложении камеры есть и возможность записывать видео в полностью ручных настройках и возможность снимать фотографии в приложении эксперт ро то есть вам в принципе не нужно устанавливать какие-то сертпати приложения для того чтобы получать более качественные видео и фотографии и вот кстати для начала давайте поговорим про видео смартфон умеет записывать вплоть до 8к 30 кадров но такое видео как вы понимаете будет весить безумно много а вот 4к 30 кадров это самое то и снимает смартфон прям неплохо у него отличная стабилизация во время съемки в 4к можно переключаться между всеми и четырьмя камерами и происходит это мгновенно пусть кстати не всегда плавно но быстро единственное что надо отметить это разница в цвете между пятикратным зумом и остальными камерами ну и вот для демонстрации возможности камеры мы тут вам поснимали впечатление нашего автора ростислава который тоже в данный момент пользуется из 24 ультра и у него в принципе есть что рассказать в отличие от базовых с 24 вот это вот ультра работает на qualcomm snapdragon 8 ген 3 это сейчас самый мощный чип для android смартфонов приложение открываются быстро скроллинг преимущественно плавный но с задачами посерьезней не все так идеально потому что есть троттлинг в троттлинг тесте на полчаса на 100 потоков он сохраняет только 59 процентов изначальной производительности для гейминга этот телефон тоже неплохо подходит но играть я советую не в нативном разрешении full hd plus большой разницы вы не заметите но и чипу будет чуть полегче и fps будет стабильнее кстати есть здесь одна клёвая фишка неочевидно и они почему-то мало кто говорит но в телефонах samsung есть обходная зарядка ее можно найти в приложении gaming хаб в настройках она легко активируется вам просто нужен блок питания мощнее чем 25 ватт и проблем никаких не будет но и важно чтобы зарядки было больше 20 процентов теперь к играм даже геншин импакт идет на максимальных настройках выдает 60 fps с просадками до 50 если играть долго то fps впадет и до 40 до поры до времени пока температура чипа не придет в норму что касается кого в дюйте это тоже максимальные настройки стабильные 60 fps даже история и спаджи оболочка кстати очень приятная и искренне не понимаю тех кто прям активно хейтит оболочку samsung one you i называют ее медленной тормознутой и так далее это совершенно не так по крайней мере в моих сценариях использования она показала себя очень плавной очень быстрой но и вот эти вот и фишки тоже делают свое дело подкупают немножко я постоянно пользовался генерацией обоев и в большинстве случаев получается прям очень круто пожалуй главный момент в работе galaxy s24 ultra за все время использования который меня напрягал эта работа автояркости то есть сама по себе автояркость работает адекватно нормально но когда вы допустим вас темно яркость соответственно снижается снизимые до минимума вы не долго заблокировали телефон пытаетесь его разблокировать и бах он вас ослепляет и потом яркость резко уменьшается и это не очень приятно посреди ночи вам скажу кстати зацените звук с микрофона мы я сейчас стою от камеры в метрах трех наверное и на 5x вот такой вот звук вы слышите как будто петличка на мне ее нет но теперь давайте поговорим про фото моя главная претензия к камерам samsung всегда была в избыточном алгоритме увеличения резкости и шумодаве то есть флагманские galaxy всегда пытаются навалить шарпа и убрать побольше шумов вот смотрите простой пример на фотографии текста тут у меня с 24 ультра пиксель 8 pro и iphone 15 pro max да на первый взгляд у с 24 ультра получается меньше всего шумов и больше всего резкости но если присмотреться то можно заметить что теряются детали это как раз и неизбежные последствия работы шумодава и шарпинга посмотрите вот сюда на пиксель и iphone мы видим какую-то текстуру но не на samsung и это проблема не самой камеры а именно алгоритмов обработки смотрите если снять тот же самый текст в raw то есть в нежатом формате когда стандартные алгоритмы обработки не применяются можно заметить что шумов на снимке стало чуть больше но детали выросли просто в разы и вот уже сравните насколько чистая фотография в raw получается у samsung в сравнении с пикселей iphone на которых снимки тоже сделаны в таком же нежатом формате глобально для большинства людей вот эти небольшие мелочи при супер увеличении они конечно не играют никакой роли все хотят чтобы снимок выглядел хорошо в телефоне в инстаграме и в принципе никто ничего не увеличивает и но таких огромных мониторах ничего не смотрит но если вы увлекаетесь мобильной съемкой или вам просто нужен максимально качественный снимок я вам рекомендую скачать приложение эксперт ро она тут же прям в приложении камеры есть это приложение позволит добиваться максимального качества и позволит вам потом гораздо лучше обработать снимок в том же adobe lightroom в общем как итог я могу сказать что основная камера us24 ultra ничем не хуже чем у пиксель 8 pro или iphone 15 pro max просто как и у китайских флагманов тут слишком агрессивно работает шумодав пора бы samsung вот эти алгоритмы немножечко обновить что касается зум объективов то тут samsung все немного странно основной пятикратный зум темнее чем у конкурентов его светосила f34 когда общий стандарт уже f2 и 8 правда надо понимать что вот эти значения апертуры или диафрагмы это относительные значения то есть надо смотреть на саму матрицу какого она размера но на деле в большинстве случаев вот этот зум при среднем освещении или при даже плохом освещении снимает лучше чем пиксели iphone iphone 15 pro max вообще если света чуть-чуть не хватает сразу переключается на основную камеру и кропает снимок как вот в этом случае я честно говоря удивлен если основная камера у ультра грешит чрезмерным шарпом то пятикратный зум наоборот делает самые чистые кадры но что мне вообще знаете здесь непонятно тогда то что зачем здесь нужен трехкратный зум сделать двукратный зум основной камеры у которой разрешение аж 200 мегапикселей как это делают в принципе все вполне бы хватило когда основной зум был десятикратным наличие трехкратного было логично но было обусловлено но теперь она тут честно говоря выглядит как просто фишка ради фишки вот чтобы у нас было 4 камеры конечно хорошо когда есть разные варианты именно с оптическим зумом но кажется мне что вот этот 3x зум он уже просто лишен смысла вот в этом аппарате а что касается десятикратного зума то это теперь у нас просто кроп с пятикратного качество очень сильно зависит от количества света днем прям сложно будет отличить от реальной оптики потому что разрешение у камеры хорошие а вот когда света мало то тут уже и картинка начинает сыпаться правда справедливости ради прошлогодний десятикратный зум если даже солнца заходит немножко за облака он уже фотографировал не так круто как этот пятикратный зум с кропом ну и по фронталке пару слов тут она на 12 мегапикселей я бы сказал что снимает примерно так же как пиксель 8 pro но здесь нет какой-то воздушности у снимков как у айфон они немного рисковато что мне не очень нравится но качество общее качество оно неплохое так ребятки что я вам все нормально все в порядке со смартфоном все окей что я хотел рассказать по производительности вам уже рассказал ростислав я хотел бы отметить только то что на удивление этот смартфон не так сильно греется в этом поколении samsung действительно неплохо поработали с отводом тепла но нет важно я хотел бы сказать про те штуки которых меня лично немного напрягает во-первых это по умолчанию в смартфоне которого только купили вот в этом месте находится запуск samsung воли то есть кошелька samsung и отключить эту штуку довольно сложно то есть нужно залезть в настройки то есть отключить ее не сложно но найти это в настройках это прям проблема она буквально ломает вам все управление вот это вот плавное переключение между приложениями нормально не работает но отключить это можно насколько я помню это было в настройках дисплея там есть подсказка которая позволяет быстро найти эту настройку 2 это вот эта панель мне тоже дико не нравится на себя по умолчанию включена тоже фиг найдешь где отключить но тоже отключается в настройках экрана вы можете конечно сказать что господи это ведь просто дополнительные возможности люди должны такому радоваться да я согласен но я не согласен с тем что все эти плюшки включены по умолчанию я хотел бы видеть более чистую систему но зато есть другие классные фичи например мне очень понравилось я наверное отключил да чтобы вам показать сейчас покажу в настройках дисплея а вот здесь это еще найти нужно я наконец-то нашел надо в настройках просто написать свайп и эта штука открывается называется свайп фосплит скрин я не знаю как по-русски пишу меня смартфон всегда на английском в общем она позволяет вам вот таким свайпом быстро открыть два приложения это дико удобная штука мне прям нравится то есть в этом смотрите ютубчик делайте так открывать тикток и можете одновременно смотреть два источника я не знаю кто так делает но штука удобно и на самом деле в самсунге довольно много подобных настроек которые люди любят единственно что вот то что по умолчанию включена гора ненужных настройках это немножко расстраивать но все можно отключить это ведь android все можно переделать так что такие вот у меня претензии ну и наверное осталось рассказать про автономность тут на самом деле ничего особенно нового с прошлого поколения нет смартфон работает в моем режиме примерно 7 часов работы экрана может быть 8 может быть чуть меньше тут зависит от того какими программами вы пользуетесь что касается зарядки максимально он поддерживает насколько я помню 45 ватт и вот конкретно в моем режиме я ставлю его обычно заряд когда в нем остается примерно 15-20 процентов и за час он заряжается до 95 до 98 процентов ну то есть практически полностью да это не так быстро как у китайцев но меня в принципе такой формат вполне устраивает я оставлю его с утра пока собираюсь умываясь он заряжается не быстро но окей хотел бы я вам еще рассказать много интересных фич про стилус точнее про s pen но знаете с тех самых пор как я купил себе самый первый galaxy note когда он был просто пушка бомба какой крутой знаете ни разу в жизни я этим стилусом не пользовался да может быть кому-то он будет удобен для зарисовок записей там все кстати можно делать на заблокированном экране но вот как-то лично я не научился им пользоваться чего этому смартфону объективно не хватает чтобы быть прям топовым выбором я бы убрал стилус и добавил бы поддержку ч2 с магнитами я бы убрал 3x зума и сделал бы цену чуть поменьше баксов на 100 и я бы добавил поддержку записи в видео в прорез и лог как это сделала apple чтобы у покупателей был резон сменить свой например с 23 ультра на новый с 24 ультра мне почему-то кажется что в следующем поколении samsung на что-то подобное пойдет пока же это очень хороший достойный флагман но если вы сидите на с 22 ультра и особенно на с 23 ультра вам обновляться просто нет смысла если у вас аппараты постарше то тут уже конечно можно задуматься впрочем как я отмечал сейчас очень привлекательный вкусно выглядит прошлогодние с 23 ультра который заметно намного дешевле то по функциям дает практически то же самое но в итоге хороший ли это смартфон да дорогой тоже да но это по-прежнему отличный комбайн который умеет практически все такой вот у samsung получился главный флагман это за рока всем мир